Хей-хей, ты на канале Пикей. Меня зовут Паша и рад видеть вас на своём канале. В прошлой серии на нас внезапно нападают коты-баюны и дарят на букет болезней, от которых мы еле-еле избавились. Планы были неизменны. Продолжить двигать в каменку. Лутая по пути все города, что попадутся. Коих было немало. Вчера мы пролутали Гуглова, пролутали Могилёвку, пролутали Надеждина, побывали в Козловке, заглянули в Дрожжино, ну и наконец дошли до Бора. Но на улице вечерело, поэтому мы немножко порыбачили и пошли на боковую. Собственно, на этом прошлая серия и закончилась. А теперь давайте перейдём уже к новой, 77-й серии. Давайте начинать, погнали. Так, народ, слушайте. Я тут немного подумал и решил кардинально изменить свои планы. Я хотел двигать в каменку, но я вчера нашёл тачку, ребят, без внутренностей. И поначалу я на неё плюнул, а потом подумал, а почему бы её не собрать. Так, чтобы планы немножко изменились. Я хочу сейчас двинуть в лагерь Металлург. Если спросить, почему туда, да потому что мне нужно найти что-то ценное, что я смогу предложить трейдерам на СТО, так как мне нужно выменить аккумулятор и свечу. Потому как пока что мне абсолютно нечего им предложить. Но! Есть огромный минус. А заключается он в том, что мы двигаем туда, где обитают волки, медведи, и прочая дикая живность. А у нас нет кадеина. Да и плюс, как лутать лагерь без морфина и кадеина, это тоже вопрос. И, пожалуй, это самое хреновое. Ну, не считая то, что у меня, конечно, нет ещё лекарств, типа тетрика и прочего. Комфорочка. Так, стоп. А если я присобачу? Спрятать нельзя. Так, стоп, стоп, стоп. А взять мы можем её? Вещь-то полезная. Давайте возьмём пока. Отлично. Так что вот так. Далутай бор, додвинул зверь. А там и лагерь Металлург. Ну, по крайней мере, планы такие. А как пойдёт, посмотрим. Он просто задыхается. Смотрите, стамина просто не восстанавливается. Мне кажется, стамину ещё хуже сделали. Если раньше он просто ковылял криво, да, бежал, то сейчас она практически не восстанавливается, смотрите. Увеличили время её восстановления. Теперь уже хрен от кого бежишь вообще. Надо тупо бегать налегке. То есть без броника, без рюкзака. Тогда ещё, возможно, убежишь. По-другому хзкак. Ну, у меня, казалось бы, стамины ещё 70%, но нет. Ё-моё! Твою мать! Просто молча стоит в городе. Это как понимать вообще? Или тут кто-то был, и он просто вышел в ревок? Ну, блин, это не прикольно, слушайте. Просто молча. Хорошо хоть дом рядом был. Хреня. Я же говорю в планах одно. Но на деле сейчас будет... ...что-то непонятное. Заходи сюда, я тебя пытаюсь закрыть. Заходи, заходи. Убить же нечего. Боба топор. Боба топором и убить. Самое херое то, что я сейчас вообще никуда не убегу. То есть я со своей стаминой, без кадеина, я сейчас просто не смогу убежать. Дальше, чем метров на 200. А она уже заберется к тому моменту. Но, благо, она одна. Она уже радует. Заходи. Хотя, я же говорю, возможно, тут челик просто вышел в ревок где-то. Или в этом доме, или в соседнем. Может, она была под этим домом. Значит, возможно, он тут вообще вышел. Сейчас как зайдет. Будет неприкольно. Давай, где ты, не тупи. Заходи, псина ты. Пипец. Сейчас еще код буду заводить сюда. Блин. В АППССК попробовал бы отстрелить. С Блэйза стрелять не буду. Тупо сейчас просто. У меня 50 зомбарей сбегутся. Да и люди тоже. В пистолете у меня мало патронов. Да и такие патроны ее не убьют. Ну, какого хрена ты выбежала? 380 патрон ее вообще не убьет. Надо штук стоны на патроны у нее. Вот вам и начало дня, да? Почему нельзя, допустим, кинуть ей кусок мяса? Почему это не продумали? Это же собака. О, прикольно. Если кинул мясо и все, на минут 5 там сидит, грубо говоря, возле этого мяса. То есть, так сказать, халат его. Так, короче, иди нахер. Не хочешь заходи, не надо. Все, я пошел спать. Короче, реломно, ребят, заебался этот цирк, этот сидеть, танцевать с ней, ждать, пока она зайдет в дом. Да, нечестно, но я сейчас выхожу не потому, что я трус, а потому, что собака тупо рылая просто. Нет у меня просто времени на этот цирк. Так, прошло 3 минуты. Надеюсь, она отвалила от нас. Вроде нет, уже хорошо. Давайте довутывать город. Да надо уходить отсюда, пока она снова не вернулась. Да, чего-то лучше совсем нет. Совсем. Живности не слышу, ни петушка, ни козочки, ни коровы. Странно. Нам бы сейчас и их мясо не помешало. Да и навык охоты прокачать тоже. Так, нам надо газовый баллон найти. Тогда сможем жарить где угодно. Не разводя при этом костров даже. Ну что, погнали в зверь. Найти бы противогаз быстрее ППМ. Могли бы мышки на военку пролутать. Там обычно неплохой лут спавнится. Но я его пока больше недели найти не могу. Поэтому, возможно, придется покупать его на СТО. Но пока мне даже нечего предложить за них. То есть за лекарства, за запчасти для авто и за противогаз. Поэтому я и хочу, собственно, зайти сначала в лагерь Металлург. Может, найду что полезное. Продам. Да вы меня то, что мне надо. Главное, чтобы эти псы сейчас на меня в лесу здесь не напали. Вот это будет хреново. Кто-то мне в комментариях написал, что то, что я слышал о псов и котов, мол, это все мои галюны. За счет того, что я зашел в аномальную зону. Типа зашел и хапнул чуть-чуть психички. Но из-за того, что типа ее мало, она у меня типа не показывается. Не показывается, но плоды дает, так сказать. И, ну, не знаю, что сказать. Возможно, возможно. Возможно, у меня все болезни тогда были, пока дескакивали. Потому что, когда собака меня, или там кот меня цапнул, он мне дал чуть-чуть радиации. И она также набором не показывалась, что у меня есть облучение. Но при этом, из-за радиации у меня вызывались все эти болезни. Может еще и такое быть. Может быть. Так, это зеленовоенка. Нам не туда. Ну, блин, почему у меня ППМа нет? Блин, сейчас бы зеленовоенка залутал. Там стопудово лут охеренный. Так. Мы, по идее, кстати, можем, смотрите, залутать вон ту часть. Там тоже спавнятся вроде как военные вещи. Но это не точно. Я не знаю, как на этом сервере. Ух ты. А это еще что за нахрен? Мост в никуда. Прикольно. Так. Ну что, пойдем туда сходим. Ну, погнали. Похоже на военный бункер. Может, там лут военный какой-то будет. Бал бы супер. КПП военный. Так, а тут все застроено. Понятно. Так, ну в этом КПП... Так, кстати, колбойская шляпа повыше, чем моя. Моя байдля дэмэджет. А это просто дэмэджет. Так, ну тут по-любому должен быть какой-то военный лут, правильно? Патрульная куртка. Вот, смотрите. Изучить. Не промокает. 56 свотов. Берем, ребят. Берем. Здорово. Пойдет. Куртка рабочего. И все. Ну, хоть за курточку спасибо. Прикольно. Мост обрушился. И аномалии везде. Давайте смотреть. Звучит. Звучит. Продолжение следует... Так, листы металла. Ну, пока что-то военным лутом и не пахнет, да? Да, ничего нет. Можно было и не заходить. Ну, собственно, не узнали бы, если бы не зашли. Теперь будем знать. Все, погнали дальше. Так, бункер. Будем подходить или нет? Вот, и без кадаина это опасно. Тем более, тут даже прятаться негде, да? Если заверятся зомби. Ну, давайте попробуем, смотрите. Что мы можем скинуть. Давайте ботиночки скинем. Лопату. Блейс, возможно. Или Блейс поместится. Нет. Ну, все, погнали. Попробуем подойти. Погода слишком хорошая. Не знаю, это бункер или скала. Просто скала. Так. Справа от меня. Давай, давай, пожалуйста. Уходи отсюда. Давай, давай, пожалуйста, уходи отсюда. Устакавляем. Так, мы тут скинули, нет. Дальше, наверное, да. Да давай, Ляне Стамина вообще не восстанавливается. Так. Давайте холодного классика быстро бахнем. Да, вот так вот, ребят. Вот так вот игра меня любит. Жесть, да? Блин, еще не тот класс выпил. Ну, ладно. Сраная булава. Ну, зато сможем, по идее, набить камней ей. И сделать себе каменных ножичков. Что, в принципе, тоже полезно. Ладно, все, уходим. По дороге остынем, надеюсь. Все, теперь двигаем вдоль реки. Пока не выйдем к дамбе. А там и лагерь Металлург уже. Главное, теперь не встретить медведя. Или каких-нибудь псевдопсов. Это прямо очень важно. Так, слушайте, погнали. Заберемся на самую высокую гору. И осмотримся немножко. Вдруг мы чьи-то схронщики найдем. Там или палаточки, например. Все-таки это край карты. И тут люди могут что-то дозаныкать. Бинокль. Так, а бинокль этот тоже хорошо, ребят. Я король мира! А вон и лагерь под нами. Отличненько. Оказывается, мы были очень рядышком. А вон и Мышкина военка. Что-то есть. Что это? Лыжная маска? Белый капюшон. Ух ты! Капюшончик или курточка? Курточка охотничья. Вешенка высушена. Круто. Давайте схаваем. Что? Это грибочек. Грибочек можно хавать. Так, схрончиков тут ничьих нету, случайно. Ладно. Погнали в лагерь. Так, что тут по мясу у меня? 75. 80. 77. Ну, по идее, этого должно хватить, чтобы согреться. Тем более, у меня до сих пор температура желтая. Так что, должно быть все нормально. Ну что, лагерь? Хоть на этот раз дашь какую-нибудь полезную луту, а? Весна вон нахер пошлешь. Как же он любит это делать, вы себе не представляете. Так, ну давайте. Вот тут где-то скину. Под огромной елочкой. Так, что мне не надо? Это мне не надо, это не надо. Это возьму. Возможно, зомби отвлекать. Давайте, кладемся в горячее мясо. Да, выдвигаемся. И грибочек давайте еще. Себя, вот так. Все. Погнали, ребят. Желайте мне удачи. Стамина уже нет. А еще и аномалия где-то справа. Или прямо. Ни хера понять не могу. Я все ближе и ближе к аномалии. Консервы на столе. Да пипец. Прямо два зомби. Твою мать. А вон она, аномалия. Вижу. Ну вообще ни хера, да? Нормально так. Лагерь подсобил. Вообще пусто. Напрочь. Просто-напросто. Лыжная маска. Ну да, конечно. Пошел я нахер. Банка консерв и лыжная маска. Топ-вуд просто. Вот так вот, ребят. Кто мне там писал про какие-то армированные шмотки? Ребят, вы сервера не путаете. Это вам не первый сервер, где куча лута. Тут такой шары не будет. Тут вы ПНВ не увидите. Армированных шмоток не увидите. Тут вы только, блин, кожаный болт увидите. Так. Но из плюсов хотя бы не замерзли. Сейчас заберем свои пожитки. Да, обойдем с другой стороны лагерь. Если, ребят, вы скажете, да наверное просто тебя кто-то опередил. И перед тобой все завутал. Скажу нет, ребят. Я этот лагерь лутаю уже раз в десятый. Ну как минимум раз восьмой, ребят, честно. И тут всегда такой лут. То есть всегда одна, две, максимум три точки спавна на вот эти вот десять домиков и пивнуху. То есть буквально пару точек спавна. Это у меня первый сервер, где в каждом домике по три-четыре точки спавна и там куча всего. Зашел, глаза разбегаются. Нет, тут такого нет. Поэтому этот сервер и называют самым хардкорным, самым сложным. Потому что здесь лута, ну просто нет. Собственно, поэтому мне и нравится, что здесь лута очень мало. И любая находка заставляет тебя радоваться, будто ты маленький ребенок. В этом и есть вся фишка, ребят. Что здесь нет миллиона патронов. То есть ты спокойно не убиваешь зомби, ты спокойно не убиваешь мутантов. Ты ценишь каждый патрон. Каждый абсолютно. Давайте. Добль два. Только теперь достаем из себя все горячее мяско. Снова. Все. Погнали. Погнали. Так. Хотя дождик идет. Что? Мы его не убили? Твою мать. Кусты просто схавали весь урон. Ну и теперь называется, ждите всех зомбри этого лагеря. На огонек. Благо дождик. И нас хотя бы не слышат штаны каргу. Вот, первая хорошая находка. Ой, дедушка. Ты меня видел, нет? Главное, чтобы кровосос не прибежал. На остальных покер вообще. Блядь. Блин. Много сбежалось. Так. А, нет, этот на крыше. Все. Так. Это аномалия где-то. И внуху, по-моему, смысла нет заходить. Насколько я помню. Ну, давайте заглянем. Так сказать. Блин, уши тоже переохватили сильно. Ладно. Хер с ним уходим. Надо еще нижний домик провутать. 150 сводов. Не нужно нижний. Хотя, с другой стороны, нахер он мне нужен. Не нужно ни нахер. Вон, зелененький, конечно, да, но... Так. Грибок. Пипец. Белые шмотки осенью. Ну да, почему нет? Вот это и все, ребята. Вот вам и армированные шмотки, и два ПНВ, да? Прям все. Блин, блин, быстрее, быстрее. Выходи уже ноль. Прямо ждет нуля. Нельзя болеть. Выходим. Все, все, вроде вышли уже. Давай, согревайся, пожалуйста. Так, но мы нашли штаны. Хорошие штаны. Такие же, как у нас, но только зеленые. Почему нет? А эти я оставлю для Вани. Причем, стоп, смотри, здесь 40 сводов, а здесь 48. Ха. Получается, наши даже круче, чем эти. Хотя это штаны карго, и это штаны карго. Вот так вот, ребят. Вот так вот. Оказывается, не все карго одинаковое. Так, ну мы, в принципе, согрелись. Это здорово. Значит, оставляем себе свои шмотки. Будем, значит, в рыжие одеваться. Так сказать, под цвет осени. Рыжая шляпа. А Ваню, значит, будем зеленые одевать. Да, вот так вот. Хотел я найти что-то полезное здесь, дабы на СТО обменяться. Но, походу, это не тот случай. Все, погнали. Вот там еще несколько домиков правутаем. Да, будем двигать в Мышкино, а там и в СТО. Давайте сразу пушечку подзарядим нашу. И все. Осталось 11 патронов. Херово. Больше нет. Как хорошо, что у нас сегодня промокает. Тут просто супер. Просто бежим под дождем и греемся. Но с патчем 1.10, ребят, такого уже не будет. Там все шмотки промокают. Абсолютно все. То есть даже не промокающие шмотки немножко промокают. И придется все равно где-то греться. То ли в домах, то ли в палатках, то ли под каким-нибудь навесом. Галоши. О, нет, спасибо. Ничего. Нет, и мне повезло, что зомби еще пробежал меня, а не ударил меня. То есть, если бы ударил бы, повесил какую-то болезнь, а у меня ни тетрика, ни витаминок толком нет. Бо бы херово. Но какой-то армированный гид попался. Десяток патронов выдержал. Да, конечно, 380-й калибр, не 45-й, но все равно с трех патронов уже должен был умереть. Но нет. Все, значит, погнали в Мышкино. А с Мышкино уже в пустошку. Блядь, сколько они жри, смотри, яблоко вообще не восполняется. Липец. Вот мы огромные куски живем. Смотрите, какой кусок рыбы нахрен. А ему все мало и мало, никак наесться не может. Так, смотрите, кстати. Давайте проверим. Вот у меня есть булава. Можем ли мы наделать камней? Пока нет. Но не все камни подходят, ребят, еще. Хм, и тут нельзя. Ну ладно. Возможно, и этот камень не подходит. Так, и вышка пустая. Значит, будем искать руки и камни. А вот и деревня Мышкино. Погнали лутать. Вы это слышали? По-моему, я слышал волков. Возможно, это опять же мои галюны проявляются. В общем, посижу в доме, пока послушаю. Ну, резиновые сапоги. Возможно, галюны. А если нет, то постараюсь их закрыть в этом доме. Возможно, я не знаю. Ну, вроде бы, ребят, я не слышу. Возможно, мне показалось, а возможно, это был просто глюк. Но никто не прибегает. И это хорошо. Но встретить их в Мышкино, ребят, это просто расплюнуть. Поэтому смотрим в оба и прислушиваемся ко всяким непонятным звукам. Наддульник на Мосинку. Газовый баллон. О, а газовый баллон, это прям здорово. От СЗД. Причем сколько его ввозят 1%? Это 80% СЗД. Это больше 20 минут лутания военок. Это здорово. Только надо найти сам СЗД. Тогда сможем пролутать еще Мышкино военку. Либо поменять сейчас этот баллон на Акун, например, и сбегать за тачкой. А уже тачку, например, продать. Как вариант. Потом, как собранная тачка, уже стоит немало. Нежели какая-то инфа о тачке, понимаете? Которая стоит копейки. Кепочка. Пока только бейсболка и этот баллон. Пролутал штук 15 домов уже. Пушватик. С чем-то пустой. О, клубничное варенье. Это здорово. Уже еда. А то у меня, как видите, еда вообще не восстанавливается. Так что дополнительная баночка с едой. Это здорово. Так. Масочка. Вот эта маска, по-моему, не промокает. Изучить. Промокаемость? Нет, это промокает, смотрите-ка. Вот так и нахер тогда она мне нужна, если она промокает. Просто есть подобные этой маски. Только, видимо, в другой раз краски. Но они не промокают. Это как со штанами карго, да, вот эти вот. У меня на 48 сватов, а такие же штаны карго, но в другой расцветке уже 40 сватов. Да, абсолютно пустая деревня, ребят. Все, уходим. Погнали в СТО, в пустошку. Хотя последний дом остался. Аккумулятор. Блять. Чуть не пропустил последний дом, пипец. Осталась свеча. Ну, вот сейчас, походу, и сумка банан. Нихуя себе. Вот это да. Супер. Пипец. Последний дом. В последнем доме столько лута. Вот вам и вывод, ребят. Лутайте абсолютно все дома, не пропускайте ни одного. А то потом будете жалеть. Так. Мне, получается, нужна свеча, и все. Ну и бенз, конечно, по-хорошему еще нужен. Потому как бенза в тачке там было процентов 15. Но какой-никакой уже есть. Уже хотя бы не пустая тачка. Так что, если повезет, сейчас вы меня свечу. И все. И мы уже будем на тачке с вами. Вот только кум вроде бы сам по себе расходуется. И надо будет за ним следить. У меня такое часто было. Связано это с тем, что в этой игре есть экзоскелеты. И чтобы они работали корректно, в них нужно вставлять аккумулятор. И теперь, когда ты, даже если у тебя нет штанов экзоскелета, и ты просто в себя вложишь аккумулятор, игра думает, что ты их положил в экзоскелет. Соответственно, их начинает расходовать. По крайней мере, раньше именно так и было. Где бы ты ни носил, там в куртке, в бронике, неважно где. То есть, если ты поднял с пола аккумулятор, то у него уже пошел расход. Вот так вот. Надеюсь, сейчас этого нет. Добежим до трейда. Да надо будет с Ваней связаться. Чтобы он взял со схрона деньги, наверное, он-то прибежал тоже сюда, в СТО. Потому как надо и медицину купить, и патронов купить. Да и свечу, наверное, тоже. А газовый баллон по-хорошему вообще оставить бы. Все-таки, если найдем СЗД. Да и Химзуна даже будет на Тисы ходить. Ну давай, где там эта зона прекращения огня? Быстрее уже, блин. Очень близко к трейду. Ну просто очень. Еще еды ж нихера нет. Все. Я в безопасной зоне. Ура. Ой, блин. Надо едой обзавестись. Еды нихера нет. И рыбачить ни на что крючков нет уже. Хотя у меня есть куча костей, по-моему, да, с собой. Я же, собственно, для этого их и ношу с собой. Да. Крючков наделаю. Все, отлично. Это хорошо. Все. Наверное, тут пока я выйду. И буду дождаться тут Ваню. И потом мы уже вместе продолжим. Все, я в полосу правки пущусь. Давай, давай. Я тебя вижу уже. Здорово. Привет, сталки. Смотри, что у меня есть для тебя. А что мне карго промокают? В смысле промокают? Они непромокаемые. Ну, уже промокают. Ха прикол. Вчера я убрал их, и они не промокали. А мои не промокают, такие же, что на карго. Бред. Дай мне кастрюлю. На, кастрюлю. Прям с этим, блин. С аккумулятором пью. Это знаешь, как последняя помидорка в банке. Пьешь, пьешь и рассол, и она тебе въебальник. На, а тут прикинь, целый аккумулятор тебе сейчас. Вы попадает просто и въебальник. Аккумулятор 10-килограммовый. Все. Так, мы пришли купить у вас медицину. Так, я скину на... Мы сейчас выкинем вот так, что мы возьмем. Физик. Так, вот все, что я выкинул, вот это мы можем взять. Скинь чернорубли. Я сейчас скину то, что мы можем предложить вам. Что возьмете из того, что мы можем предложить вам? Так, ну чернорубли 12500 получается. Угу. Шину. Ботинки для джангл. И что мы вам еще должны? Нет удовольствий, проволок и тому подобное. Ну, именно галючих проволок, ядеров. Нет, нету. Такого, к сожалению, ничего нет. Удочка? Тоже нет. У тебя есть удочка? Престина сквачь или какая? Нет. Нормально. Ну, скинь домашнюю удочку. Ну, вот как раз удочка и вторые ботинки забираем. Удочка, считай, стоит дорого, так что нормально. Окей. А можно как-то с другими торговцами связаться? То нам с седым бы хотя бы поторговать еще. Вы писали ему? Да, писал, но он оффлайн. Ну, значит, просто еще нет в игре. Взойдет, отпишется. Ладно, спасибо, тогда подождем на улице их. Все, давай ждать остальных торговцев. Иначе без свечи мы никуда не двинем. Торговец будет не раньше, чем через час. Через час? Через час. Пойдем пока порыбачим. За лабиринтом есть озеро. Погнали рыбачить. И, возможно, мы свечу хуй выменяем с тобой. Потому что продавец говорит, что там цена на нее около 300к. То есть мы ее никак не доводим, да? Скорее всего. Блин, хоро, это хорошо. Понял. Может хоть шкура наконец-то выпадет? Лучше тебя, что ли? Блядь, зомбаритом услышали нас, которые внутри ходят. Блядь, Костя должен да забрать. Так, 8 больших животных уже. Я тут подсчет веду, да-да-да. Что, попробуй бункер золотая? На обратном пути золотая. Ладно. Я, смотри, прочитал уже книжку об охоте. И 8 крупных животных разрезал. А навык, я так понял, у меня до сих пор так и не прокачался. Потому как шкура не выпала. Хз, сколько надо тогда их убить? Так, смотри, раз у тебя есть лопата, то я свою лопату добиваю. Нахер нам такая большая лопата не нужна? Лопату просто починить нельзя, она занимает много места. Поэтому я ее добью. Да выкину. Блин, здесь ничего нет, здесь ничего нет, здесь ничего нет. Капец. Лопата-то руинится. Так, иди сюда. Вот тебе нож. И вот тебе кости. Еще раз. Делай крючки. Если что, у меня точильный камень есть. Давай точильный камень. Ну ты сразу не чини-то. Так, руинит. Блядь, дэмэдж тоже удочка, да пипец? И рыбу не впоймал. И крючок заруинил. И червяк пропал. И удочка повредилась. Чем удочку можно чинить? Набор юного рыболова. Выглядит как упаковка сигар. Угу. Угу. У меня удочка уже badly damaged, а была ворн. И перчатки повредились. И как мы с тобой без удочки будем добывать себе еду? У нас вроде на базе, да, еще удочка была? Мда. Это хорошо. Пойдем обратно, Трейд. Что, золотаем эту? Вон тебе. Ну, давай попробуешь, если хочешь, сам. Ты не спеши. И съешь таблетку Кадеина перед тем, как заходить туда в зону. Только когда ты уже будешь рядом. Не сейчас. Только аккуратно. Один, походу, прям перед входом там. Я никого не вижу вообще. Один за бункер зашел. Ну, что там по луту? Угу. А, нет. Пустой? Угу. Ну, вот и мне так везет. Ну, все, тогда выходи, погнали на Трейд. У меня, кстати, есть одни простые документы, смотри. Нам надо их четыре или пять. И тогда мы сможем находить схроны. С патронами, с патронами, с едой, с медициной. С еще чем-то полезным. Но нужно прочитать таких пять штук. И тогда только можно будет читать уже после вот этих простых документов. Важные документы. Вот с важных документов будут уже схрончики падать. А не как аэродроп, понял? Ты когда читаешь, где-то падает аэродроп. И ты должен искать где. В радиусе километра от тебя или полутора километра. Это, блядь, вокруг? Это долго? Ну, там, получается, черный дым появляется. То есть, по сути, лучше всего делать это в открытом поле. Тогда ты... И ты таких четыре должен прочитать, и оно, короче, будет падать, да? Нет. Да, сейчас я прочитаю четыре. И потом мне разрешат читать уже важные документы. С каждого важного документа будет... Ну, или почти с каждого. Будет падать какой-то схрон. Как только я прочитаю четыре важные документа, я смогу читать уже секретные документы, понял? Там будет еще круче схрон. То есть, чем круче схрон, тем у него круче охрана. Скажу даже так. То есть, если сейчас упадет схрон, и там может быть всего лишь один зомбарь, или вообще не быть зомбаря, то, допустим, на секретном схроне может тебя ждать медведь, химера, кровосос. Понял? Понял. Но там и лут хороший будет. Может кладлок, проволока, там, не знаю, какое-нибудь оружие хорошее, кучу патронов и заморфных. Рыбак опытный. Охотник ноль без палочки. Серьезно, да? Прочитал книжку, убил восемь крупных животных. Хрен его знает, сколько куриц. И ноль без палочки. Рыбакоп, ты ли это? Привет, ребята. Серега, ты так и не выздоровел. Ммм, серенец. Привет. Привет. Так, нам патрончики нужны 308. Штук 50. И попробуй пул прицел на охотничку. У меня есть еще прицел. Также у меня есть ПУ-прицел с доплатой, может, на охотничий махнешь. А, мне куда их девать? Ну, прицел тоже от винтовки, нет? Ладно. Так, а со свечой что там? Не узнали, сколько сейчас стоит? Ну, я писал. В принципе, не поменялся. Так, а сколько стоит собранная машина? Мне кажется, собранная машина всего-то стоит максимум 300-400К, нет? Насколько мне память не изменяет, самая дешевая, по-моему, 400 стоит. Ну, так собранная машина 400 стоит. А тут одна свеча, что ли, стоит дороже, чем вся вся машина, или что? Ну, все остальные части не такие дорогие выходят. Как это? Ну, там, мужик, можно все остальные найти. А свечу нельзя найти? Ну, свеча, вещь, цены. Можно, но... Точек интереса очень мало. И мало кто ее находит. Ну, и мало кому они нужны. Какая свеча стоит? 300К, говорит. Нихрена себе. Прикинь. Ну, почем патрончики? Почем по тысяче за штучку. Почем по тысяче за штучку. Я, твои, налево. 50 тысяч, Паш. Ну, да. Паш, 50 дохрена патронов. Не, 50 это очень дохрена. В смысле? Тебе 20, мне 20. 10 хотя бы на базу отнесем. Что такое 20 патронов для боя за? Он по два патрона сразу стреляет. Я вот хочу 30 взять. Давайте 30 патрончиков возьмем. Сколько это в долларах будет? 60, да? Так как мне все-таки придется самому идти их обменивать. То ценник доллара не один, 500, а меньше. Называй. Будет. 499, да? Пусть 400. За доллар. Сколько? Сколько? 70 долларов выходит. 75 выходит. Паш, мы в кризисе. Охотничий прицел продаешь? И сколько в одном обойдется? Я боюсь, что у меня его даже нету. Я, конечно, оба гляну, но не знаю. Так, а можно у вас мясо пока пожарить? А то мы тут долго стоим. Да, можно. Там растопка есть. Так, чего у тебя кастрюля полупустая? У тебя ж в рюкзаке еще кусок жира был. Слушай, это тоже классно. Кань, блядь. Значит, тоже. Что еще раз? Оружие. Вот, например, вот такая штука. Ну, у меня такой есть. Посмотри, что там у него он показывает. Что он продает? Рюкзак. А, с фильтром от ПП. ППМ-8 и важные документы. До хрена важные документы. Важные нам не надо. Важные нам не просто. Да, и секретные документы. Спроси, противогаз ППМ есть? Посчитаем. Я думаю, хорошие предложения будут. На продажу. Противогаз ППМ есть? Есть? Сколько стоит противогаз? Так, у нас даже 939 сколько будет бакс стоить? Один штука. Так, у нас тысяча 50 баксов. Ну что, меняем? Противогаз ППМ-8. Конечно, конечно. Ну, есть 46. Все, что есть. Давайте. Окей, спасибо. Пойдем? Да. Все, пойдем. Ну все, выпускайте нас тогда. Все, спасибо, удачи всем. Пойдем, Вань. Давайте удачи, не убирайте. Сейчас, Вань, смотри, я сейчас пересыплю с одного фильтра в другой фильтр. 70%. Давай я весь уголь еще туда добавлю. То есть, по сути, мы можем здесь сейчас в кабанку сбегать отсюда. Так как она довольно, ну, не слишком далеко от нас. И я согласен. С рассветом побежим сразу? Да, сразу с рассветом. Короче, смотри, получается, что мы свечу не выменили и физически не можем выменили. Стоит она дороже, чем сама тачка. Хз, почему? В итоге план с тачкой отменяется. Значит, что? Раз мы выменили с тобой противогаз с фильтром, завтра двинем на военочку. Правильно? Правильно. Можем, конечно, еще Мышкина еще раз завутать, но я не вижу смысла, потому что... Ну, не Мышкина, а Гермитавург, потому что сколько мы его не вутали, собственно, там, блядь, вута нихера нет, кроме еды. Потому что там платы много, но лута нет. Да. Тогда смотри, у нас есть радиатор. И есть еще, по сути, одна, теоретически, стоящая на месте тачка. Которая без радиатора, правильно? Значит, завтра отправимся к ней. Что я тебе скажу? Окей. Все. Давай завтра увидимся. Здесь и зайдем, короче. Да, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА